посмотри на эти топе это короче нормальная практика всем привет очередная халтура сейчас я бегу на воронцовской 19 изначально был просчет который на 6600 рублей это с условием того что я буду устанавливать так называемо вмазывать под розетники на алебастр я еще буду туда же заводить кабель и собственно уже сразу подключать выключатели розетки и так далее что-то переносить то есть это уже цена за конечную работу а из этих 6 600 1050 рублей было за кабель за укладку кабеля заказчик сказал что нас горит конечно все устраивает а я посчитал это все по сниженному по две трети прайс ну потому что работы много но на некоторые вещи я делаю скидки и он такой типа нас горит все устраивает но мы хотели бы оставить только укладку кабеля то есть за 1000 рублей я такой не так не пойдет говорю нет за 50 рублей метр за 1000 рублей грубо говоря 20 метра кабеля я укладывать не буду то есть минимум за что я возьмусь это за 100 рублей метр то есть 200 он такой ладно окей собственно да и это тоже нас устраивает все остальное сделаю сам ну что там не подсказывает что этот чувак захочет задвигать мне тему что якобы за укладку кабеля принимается не только просто укладка фиксировка да и расчет длин ну уже с учетом укладки с учетом в маске стакана ну и подключение то есть просто укладка а именно укладка плюс подключение плюс перенос вот ну короче говоря дело в том что сейчас вы увидите если он все-таки согласится я вам покажу что на самом-то деле просто единственно вся моя работа будет заключаться в том что я буду замерять длинные кабелей и по сути просто их прибивать перфоратором укладывая ничего не подключая не подводя то есть за это отдельная цена то есть изначально которую я просчитал она будет учитывать все эти факторы вот ну короче посмотрим вообще с чего все началось вы данного заказчика они купили жилье для своих детей петростроя практически все продается без отделки то ли отделка от застройщика то ли они по факту посчитали что это просто кромешных денег стоит и они решили короче все делать сами то есть отделку сами заливку сами сантехнику сами вот только с электрикой у них не очень получилось вот все-таки решили вызвать специалиста я уже практически подошел то есть вот там вот слева за поворотом не могу показать ребята сумка вот там находится вот этот вот самый дом кстати забыл адрес включил видос про поиск человек и вспомнил и увидел кнопку нажатого лифта и такой да все и вспомнил вот видите блин оказывается как полезно вложеки пилить и как полезно заставляет себя монтировать их блин ух монтаж это самое жестко черт поделец это материал не страшно монтаж монтажка везде блин самое сложное наверное чтобы чем бы ты не занимался ладно короче как ни крути погнали подошел слишком рано заказчик будет через минутки три-четыре подъеду ну а я в свою очередь решил вот на лестничный марш выйти все-таки нередко бываешь таких домах так что вот вам пожалуйста наблюдайте как выглядят наши человейники стройки человейников и все остальное я думаю вам должно быть это тоже интересно как и мне вот ребята из чего состоят дома реально буквально из говна и палок кошмар кошмар ладно давайте сделаем вот так воу-воу-воу ни хера он быстрый давайте вот так сделаем я запилю из этого тайм-лапс кстати смотри через заметил вот там наверху он видишь художественные украшения типа якобы под ёбка под лепнину ты посмотри вот там если смотреть она на нанизана на небольшие штыри и прикреплено буквально чуваки буквально пеной монтажной пеной сука потом удивляется что в день от трех человек увечиваются либо погибают от падающей от падающих украшений самого начала делают это из рук вон плохо ты посмотри смотри как все плохо замазано смотри какие-то эти вмятины то есть это очень про плохо проработанный цемент ну то есть эта форма которая сделана сразу плохо ублюдочно вот из этого строят дома в мурино и в девяткино вот так выглядит стройка вот так выглядит все из чего это собирают и потом люди удивляются почему буквально в первый год начинают появляться трещины почему там через два года блять оседают подъезды улыбаются дома то есть там такие прогибы то вы посмотрите честец и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что мы сделали? Выключатель. Из этой розетки сделали расплитка. Также проброшен кабель. Выведено, не подключено. Такая же ситуация Здесь по свету Сделали лампочку Завели, сделали распредкоробку Лампочку закинули сюда Распредкоробка выведена Так, дальше Дальше, дальше Проведен кабель отдельный Выведен кабель Туда еще на кухню уйдет Один кабелек Но это уже не ко мне Здесь также все выведено Уже ждет сушка Ладно, все сделали Вроде как Все, ну, в принципе, я все доволен Вот здесь также кабель Подключили к распредкоробке Уже под напряжением Самый тяжелый электродень За всю историю Электровлогов Я вам покажу и расскажу Про огромный день Который длился почти 8 часов Пишу уже из дома Потому как я дичайше устал Был дичайше голодным Грязным Грязным Уставшим И я решил, что я дойду до дома Сгоню в душик Покушаю И тогда уже подведу итоги По деньгам вышло В конце концов Четыре тысячи Как из двух сто Превратилось в четыре Это, конечно, отдельный разговор Потому как сначала Заказчик захотел Чтобы я подключил ему Освещение К выключателю коридора Я такой Окей, пятьсот рублей плюс Он такой Дернулся Такой Ладно Потом говорит Надо еще вот это Вот это подключить Я еще говорю Триста пятьдесят Триста пятьдесят За точку Семьсот То есть тысяча двести Скрипя зубами Такой Ладно Делайте И уже получилось Три с половиной Хотя еще вот была Когда из розетки Я сделал распред коробку Ее полностью перебрал Собрал И, собственно, отправил Я за нее, короче Особо не брал денег Ну, то есть там Триста рублей У меня получилось Я такой Хер с ним Потому что Если я вам скажу Семьсот Он там вообще В обморок упадет Вот И даже если пятьсот Скажу Он тоже там В обморок упадет Такой Думаю Хер с ним Пусть будет Пятьсот Все Вот, типа Пусть будет Триста Чисто И потом еще Говорит Надо Типа еще В санузле Распред коробку Сделать Я такой Хорошо Типа получится Все Четыре Ну, типа Пятьсот рублей За коробку То есть Там Пошла скидоном Плюс я ему еще Скидон Ну, типа Бесплатно Получается Ко всему Сделал выключатель В коридоре Заменил на двойной Почему бесплатно? Потому что У чувака Просто Ну Прям видно Что он скрипя зубами Эти деньги Достает из кармана Я такой Хер с тобой Типа Давай И опять Тогда я В 16-20 Освободился Из лаврики А здесь Я освободился В 18-20 То есть Я начал работу В 11 Ну, типа К 11 Пришел А закончил Ее В 18 7,5 Часов То есть Я реально Отработал Без обеда Полноценную смену Жесть И 4000 рублей Короче Вышло Все началось С 200 Таким образом Получилось Вот так Я понял Что если я буду Накидывать цену Ну, типа Выдавать Фулл прайс Он, короче Съедет Ну, либо Откажется От работы Ну, а первое Мне все равно Нужны деньги Хочу я того или нет Ну, а второе И надо сделать так Чтобы и деньги Были заплачены И чтобы человек Сильно себя Не Ну, типа В укоризму Не бросал Изначальная цена Была 6600 На все Да, про все везде А конечная Получилось 4 И я сделал Даже не половину Из той работы Которую По сути Должен был сделать Поэтому Ну, чувак Я пока Все это дело Монтировал Чувак снимал На камеру И типа Чтобы самому Потом повторить Чувак Вообще С электричеством Никак Он Звукорежиссер В театре В каком-то Не знаю В каком И это Мало меня беспокоило Короче Такие истории Я дико устал Вот Завтра Схожу Куплю себе Обувь Ну, это уже Совершенно Другой разговор Так что Такой Электровложек Такие дела Спасибо, что Посмотрели Если вам Понравилось Не забывайте Ставить лайк Подписываться на канал Там же Оставлять свои комментарии Если хотите Простанцировать Меня И мой канал Все ссылки В описании Буду рад Любой копейке Но Никого Ничему не принуждаю Все сугубо Добровольно Но буду Очень благодарен На этом все Удачи Добра Позитива И всего лишь Самого лучшего Пока-пока